Перед самой игрой выяснилось, что у команды Орион не будет замен. Поприветствовать соперников вышла лишь стартовая пятерка. Мусон подошел к игре куда более ответственно, имея в своем арсенале 11 игроков. Старт игры выдался очень динамичным. Первым открыл счет игрок команды хозяев площадки Игорь Кожеватов. Его напарник Никита Овчинников меньше чем за минуту удвоил результат. Соперники быстро опомнились и стали прибавлять в очках. Вначале со штрафной забросил Арарат Кочинян. После Евгений Юрченко сделал пару, а сравняли счет броски Даниила Искакова. После пятой минуты счет выровнялся 12-12 и теперь уже Орион проверял защиту Мусона на прочность. И что сказать, нашли брешь. Первая десятиминутка безоговорочно выиграна Орионом 21-16. Мусоновцы хоть и поднажали, но только лишь в конце второй четверти сумели выйти вперед. Здесь во многом заслуга защитника Юрия Синдеева, нападающих Игоря Кожеватого и Дмитрия Шевченко. Благодаря их точным броскам СК Мусон преодолел экватор с отрывом в 4 очка 31-35. Во второй половине игры Мусон решил поправить дела в защите и на площадку вышли запасные игроки. Игорь Волков, Александр Чоков, Сергей Савин. После такого усиления дела у мусоновцев пошли вверх. Начиная с 25-й минуты, СК Мусон стал стремительно отрываться от соперников. Здесь во многом помогла точная серия бросков защитника Юрия Синдеева. Два двухочковых и один точный из-за дуги. К началу третьего периода разрыв составлял 13 очков в 60-47. СК Мусон ничего не оставалось, как додавить и без того вымотанных соперников. Счет встречи в пользу хозяев площадки 86-64. Орион – клуб севастопольских баскетболистов-любителей, который только в этом сезоне дебютировал в чемпионате Севастополя. Ребята показывают приличный уровень игры и не ограничиваются одним лишь севастопольским турниром. Под названием «Сборная БК Орион» баскетболисты выступают в чемпионате Крыма в дивизионе А. Там они занимают четвертое место. После победы над Орионом СК Мусон занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Севастополя. Следующую пару туров сыграет уже 11 февраля, а завершится чемпионат в конце апреля. Иван Клепачев, Севанформбюро. Продолжение следует...